Жителям Подмосковья поможет сэкономить Стрелка. Единая транспортная карта с таким названием начала действовать с 1 февраля. С ее помощью можно безналичным способом оплатить проезд на внутригородских маршрутах МОЗ Трансавта. Самое главное, начиная с каждой десятой поездки, стоимость проезда снижается на 2 рубля. Подробнее Дарья Любимова. В Подмосковье начали принимать единую транспортную карту Стрелка. Она дает возможность безналичной оплаты проезда. Татьяна Казмина, как и большинство жителей Химок, пользуется общественным транспортом, как и большинство, ранее испытывала проблему с наличием мелких денежных средств для покупки билета. Со Стрелкой куда удобнее, признается женщина. Очень удобный проездной билетик. Действительно, я приобрела не только для себя, еще и для своих детей, так как я не переживаю, что дети останутся без наличных денег, не дай бог потеряют кошелек. Переносные мини-терминалы принимают оплату денежных средств с транспортной карты. Они имеются у водителя, либо у кондуктора. Для тех, кто предпочитает наличные, почти ничего не изменилось. Только вместо привычного билета выдается кассовый чек, который и является подтверждением оплаты проезда. При оплате картой Стрелка, так как это электронный кошелек, происходит списание электронных денег. Они переходят из кошелька пассажира в нашу сумочку кондуктора или водителя. И не возникает необходимости давать сдачу. Стрелка схожа с картой Тройка. Это тоже универсальный носитель, который позволяет наиболее выгодно осуществлять поездки. Однако Стрелка более информативная. Это совершенно новый технологический продукт, который работает в онлайн-режиме. И мы теперь знаем о пассажирах не только, что он совершил поездку у нас в транспорте, но и знаем, на какой он остановке вошел, на какой он остановке вышел, в какое время он совершил эту поездку. Нам только неизвестно его имя. По 31 марта карта будет работать в так называемой опытной эксплуатации. В течение двух месяцев разработчики планируют ее доработать, сделать более эффективной и удобной. Для этого запущен сайт поддержки, где пассажиры могут вести переписку с МОЗ Трансавто. По мнению представителей транспортной компании, таким образом это поможет оперативно реагировать на просьбы и жалобы. При оплате проезда по карте Стрелка действует дифференцированный тариф. По принципу, чем больше ездишь, тем меньше платишь. Стоимость проезда будет снижаться на 2 рубля автоматически, начиная с каждой 11 поездки. Ну а 51 поездка составит по 17 рублей. Приобрести карту можно в автобусах, на автовокзалах и автостанциях МОЗ Трансавто. Всего по области открыты более 1000 точек продаж. Карты принимаются по цене 200 рублей, 80 из которых составляет залоговая стоимость, а 120 зачисляются на баланс. Пополнить счет можно через интернет-сайт стрелка.ру, терминалах Сбербанка, наличными в салонах Евросеть и с помощью бесплатного мобильного приложения для смартфонов. Заходите в приложение, привязываете номер своего телефона, это данные для регистрации в приложении, вводите пароль, далее вы попадаете на экран, где можно привязать карту. Согласно данным компании-перевозчика, на начало февраля более 1000 человек установили себе такие приложения. Эта перспектива, кстати, неплохая, особенно для молодежи, особенно для студентов, для учащихся, это очень даже большой плюс. Наиболее активной стрелкой пользуются жители Коломны, Люберец, Химок и Балашихи. С 1 марта картой можно будет оплатить проезд в подмосковных электричках. В планах правительства Московской области использование единой транспортной карты на троллейбусах и автобусах частных перевозчиков. Дарья Любимова, Андрей Хомченко, Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова